Сегодня в 8 утра в Красноярске стартовала эстафета Олимпийского огня. Спортсмены, чиновники и просто горожане, всего 193 человека, несли факелы по городу. Номер 30. Мы видим, еще не переоделись, поэтому быстрее переодевайтесь, нам надо будет скоро выезжать. Номер 25. Номер 13. Половина 8 утра в Академии биатлона раздача факелов именитым спортсменам, параолимпийцам и, как выяснится после, просто хорошим людям, которым выпала честь осветить улицы Красноярска Олимпийским огнем. Основной состав, подбодрящую в легкий мороз зарубежную музыку, грузится в автобусы, а зрители собираются на трибуне. В основном это работники Академии и их дети, их даже больше. И вот сегодня у нас в гостях огонь Сочинской Олимпиады, огонь, который должен объединить всех, и я уверен, объединит всех, кто будет болеть за наших спортсменов, за российских спортсменов, безусловно, среди которых и будут красноярцы. Мы говорим сегодня Олимпийскому огню «Добро пожаловать в Красноярск». Надо отдать должное организаторам. С экспресс-уроками патриотизма и воодушевления не переборщили. Быстро переходят к делу и зовут на сцену первого олимпийского факелоносца красноярского сноубордиста Андрея Балдыкова. Всего пару лет назад я даже не мог себе представить, что буду участвовать на эстафете Олимпийского огня. А сегодня, участвую в этом мероприятии, я чувствую себя спокойно и принимаю это как должное. Оказывается, совсем не сложно дарить людям внутренний огонь. Чуть-чуть волнуюсь. Эстафету Олимпийского огня в городе Красноярске объявляю открытой. Ура! Пока факелоносец в окружении охраны убегает в сторону города, в дело вступают полицейские. Их на марафоне Олимпийского огня едва ли не больше, чем публики. Я не бегу, не бегу. Стойте, стойте. Стойте. В лесах Академгородка число поддерживающих это знаменательное событие растет пропорционально километражу пробега. Чем ближе к корпусам СФУ, тем больше публики на обочине. Студентов не пустили на старт, зато равномерно распределили по всему пути. Вообще 5000 человек вроде бы выставлялось с СФУ. Это вот это, да? Ну да, все там еще до конца горы будет. Студенты СФУ. На ходу в частном разговоре студенты признают, за участие им пообещали не ставить прогулов по физкультуре. Под радостные приветствия марафонцы торжественно бегут дальше. Редакция журнала «Космополит». Елена любит пути, считает, что через нее сегодня все читательницы журнала... Их путь по Красноярску 35 километров. Его преодолеют с факелами в руках 193 человека. Оказывается, это не только спортсмены, но и почти рядовые красноярцы. Красноярск продолжает приветствовать Олимпийский огонь. Эстафета продолжается. Наш факелоносец, генеральный директор компании «Вертом» Андрей Попов. Андрей зимой катается на лыжах, шоу-борке и коньках. Пока водители стоят в обещанных пробках, огонь несут по улицам города. Здесь толпы студентов разнообразят курсанты с военной кафедры и зеваки, отправившиеся на работу. Само действо все больше напоминает первомайскую демонстрацию, где много начальства и народа, собравшегося в добровольно-принудительном порядке. Нам же тоже хочется увидеть кусочек Олимпиады. Ну, предстоящий. Увидели? Ну да. Мне понравилось, да, смотрю. Ну как, ну на морозе стоять так-то тоже не всем нравится. Огромный кортеж Олимпийского огня идет по расписанию и уже около 9 утра появляется на Копылово. Сразу видно, это праздник к нам приходит. На праздник спорта в Красноярск приехал даже бывший глава краевого ГУВД, а теперь замминистра МВД России Александр Горовой. Он тоже в роли почетного факелоносца. Поздравляю красноярцев с этим событием. Будут определенные сложности сегодня в центре с транспортной логистикой. Я бы хотел, чтобы приняли заранее эти извинения и с пониманием к ним отнеслись. Я поздравляю всех красноярцев, дорогие земляки, желаю вам всего самого доброго. А уже днем рекордная из всех национальных эстафет Олимпийского огня, и ее общая продолжительность составит 4 месяца, продолжилась в центре Красноярска. Олимпийский огонь сегодня побывал в руках действующих чемпионов России, рыкбистов Красного Яра. Команда пробежала с факелом по проспекту Мира и принесла его на площадку партнеров эстафеты компании «Инга Страх». Ощущение просто неописуемое. Я рад, у меня даже голос срывает. Это не всем дается право прикоснуться к огню. Это великое, святое дело. Здесь огонь немножко погостил в специальной лампаде. Представители «Инга Страха» устроили для красноярцев сюрприз. Привезли ретро-автомобиль, выпущенный незадолго до Олимпиады-80. Аналогичные машины участвовали в мероприятиях летних Олимпийских игр в Москве. Горожане с удовольствием фотографировались возле автомобиля с участниками эстафеты. Для нас спорт всегда был очень важен. И 33 года назад, когда Олимпиада в первый раз пришла в нашу страну, мы тоже были страховщиком Олимпиады. Видимо, такая судьба у нашей компании, что когда большие грандиозные дела приходят в страну, страна выбирает нас. Для нас это огромная честь. И, конечно же, серьезное признание наших успехов и нашей надежности как большой, серьезной страховой компанией. Компания «Ингострах» выбрала 2000 факелоносцев по всей стране для эстафеты. А Красноярску подарила чашу Олимпийского огня, зажжением которой и закончится красноярский этап самой рекордной эстафеты в истории игр. Которая навсегда останется.